Девушки отдыхают Когда мы начинали, вот сейчас так вспоминается, и очень четко это было видно, значит, 2000 год, наверное, еще тогда телефонов так сильно много не было, но тем не менее мы видели тоже детей, которые не хотели заниматься вообще ничем. Какое-то общее состояние общества, наверное, оно накладывает на детей, однозначно, конечно же, это так и есть, свой отпечаток. То есть мы буквально вплоть до того, что с творческими какими-то моментами мы готовили за ручку с ними все. Вот сейчас дети готовы сами это выдавать. Сейчас немножко другая ситуация, если с творчеством брать, да, ну, например, какие-то спектакли ставить или творческие вечера, ну, лишь бы задал тему или инсценировка сказки, они делают это с удовольствием. Но мы, конечно же, сейчас это пытаемся корректировать, потому что если тогда мы готовили эту сказку, и то, что предлагали, ну, будем говорить так, дети делали, ну, например, самые простые русские сказки, да, то сейчас детей это не удовлетворяет наших. Вот что поменялось, так это однозначно прозападное влияние, видимо, сказок, фильмов, мультиков, на которых выросли эти дети, ведь к нам они попадают с 10 до 15 лет, то это просто сейчас небо и земля. То есть Баба-Яга просто уже не устраивает, и Каще Бессмертный, это понятные для нас герои сказок, просто не устраивает. То есть мы так начинаем сейчас понимать, вот лично я для себя сделала вывод, что я немного уже не в теме. То есть я не смотрю этих мультиков, которые сейчас модно и, ну, показываются в основном. И поэтому, когда мы увидели, что, например, дети хотят быть либо ведьмами, либо там Малефистентом, новые герои, которые сейчас появились у наших детей, вот, честно говоря, меня это очень даже не то, чтобы я просто поняла, что, во-первых, отстала в каком-то смысле, что нужно быть, чтобы помочь как-то ребенку и объяснить, почему не надо быть Малефистентой там с рогами, да, она в черном во всем, и с черными ногтями, и с черными губами, хотя в конце она становится положительным героем, как мне уже рассказали дети. Я все-таки должна понимать, ну, вот, как разговаривать, что разговаривать, что все-таки рай, наверное, не может быть черным по определению. Вот у нас девочки сделали газету, назвали, и отряд свой назвали «Парадис». В переводе с английского оказывается это слово «рай». Ну, чем плохое, как говорится, название для такого, для отряда девчонок, да, то есть, ну, вот представление их. Но газета была вся в темных тонах. И вот нам было непонятно, то есть, получается, что у детей перевернутое начинает быть восприятие даже этого мира. И, в принципе, оно произошло. Вот мы это поняли. Как еще с этим быть? Вот это даже сложный вопрос весьма. Потому что перевертывание и показывание на то, что черное – это белое, а белое – это черное, ну, наверное, это задача вот этих вот фильмов, мультиков, приучение человека к смерти, к тому, что тобой будут и могут управлять, что есть какие-то страхи, беспокойства. И, в принципе, вот что касается верующих девочек, которых еще два года назад мы знали замечательными, смотрящими тебе, как говорится, в рот, и открытыми этому миру еще детьми-детьми, как мы, ну, вот видели их, а сейчас им вот по 13-14, но они все хотят быть вот этими дракулами, ведьмами, вот какими-то темными героями. Ну, и даже не из нашей культуры. Так вот, мы сами себе задали этот вопрос. Что же происходит? Видимо, мы пришли к выводу в том числе, у детей все-таки накапливается информация, в том числе и отрицательная, то, что все-таки это дети с верующих семей, и нужна им какая-то компенсация, чтобы это тоже выплеснуть. А в какой форме это можно выплеснуть? У нас дошло до того, что девочки, которые готовят День сказки для младших отрядов, старшие, да, вот они сказали, или так, или вообще Дня сказки не будет. Никаких золушек нам не надо, никаких там вот таких вот моментов, которые, ну, нам привычны. И, ну, этого еще не было. Еще в прошлом году мы спокойно могли сделать сценарий с Бабой Ягой и с Кащеем Бессмертным. Хотя это тоже отрицательные герои, и нам, ну, не всегда хочется, чтобы кто-то играл этого отрицательного героя. А в этом году это было просто, ну... Вот, понимаете, получается, за год то ли это дети так вот подросли, то ли что-то трансформировалось в обществе, то, что мы увидели. И мы, знаете, мы дали им эту возможность. Так вот, девочка, которая, мы знали, такая хорошая, положительная, веселая, улыбчивая была. Вот в прошлом году, в этом году она приехала в лагерь с сомкнутыми губами, она повзрослела на год, и я ее не узнала. Просто она так перевернулась в моем понимании, что, честно говоря, после этой роли она стала улыбаться. То есть мы сделали тоже какой-то для себя вывод, что, может быть, ей надо было выплеснуть, в конце концов, вот то, что внутри есть. Ну и потом из разговоров с детьми, к сожалению, вот как эта девочка очень хорошая, ну, и мне она нравится, и молимся все, и мы друг за друга, и полюбили, потому что много, с 8 лет она ездит, сейчас ей 13. Я ей задаю вопрос, она говорит, понимаете, вот я хожу в храм у себя там, где я живу, и у нас в храме одни бабушки, и все нам запрещают детям. Нельзя зевнуть, надо перекрестить рот, потому что бес войдет. Понимаете, я вот начинаю понимать, отчего у нее такой серьезный вид. Потому что она, ну, она ходит с бабушкой в храм со своим. Я смотрю, она говорит, у нас совсем нет молодежи. А бабушку я очень люблю, поэтому я хожу. Ну, то есть нету там какой-то молодежной группы, какой-то среды, которая бы, ну, помогла бы этой девочке как-то по-другому, наверное, воспринимать даже вот эту среду церковную. Она видит ее только в таком свете. Достаточно, я бы сказала, потому что если тебе говорят, что нельзя то, нельзя это, нельзя, ну, в общем-то, одни запреты. И получается, что вот ребенок приехал такой замкнутый, ну, а потом начала она, конечно, улыбаться. Даже обслуживание себя для многих детей составляет большие проблемы. То есть мы в таких походных условиях, чем очень хорошо, ты учишься быть сконцентрированным. На самом деле не только дети, но и взрослые, даже я вижу по воспитателям, приезжают расслабленные. Приезжает, например, мама к ребенку, а он говорит, забери носки, отдает пол мешка своих грязных носков. Хотя тут солнце, ветер, можно постираться, это все за пять минут высохнет. Мы видим, что ребенок не может ни одеться толком, ни раздеться. То есть он бросает свои вещи, где попало. Вот каждый год у нас остаются какие-то там потеряшки, мы их называем. Так забывают не только вещи, но и самое любимое – это телефон на сегодняшний день. Мобильные телефоны мы, оказывается, тоже забываем. Вот, и такие моменты есть. Потом идут розыск всесоюзный, где, кто, когда. Поскольку у нас дети с разных даже городов бывают, то это достаточно проблематично. У наших детей мотивация внутренняя, да, она больше направлена на развлечение. Вот мы приехали сюда отдыхать, вот. А то, что ты должен себя обслуживать, ты ходишь, извините, в туалет. То есть почему не помыть за собой туалет? Ну, один раз за две недели, за неделю. Почему не помочь приготовить еду? И когда начинают дети это видеть, даже те, которые бы, может, это точно дома не делают, они начинают к этому тоже потихонечку приучаться. У нас был один хороший опыт, мы брали мальчика с воспитателем социального приюта, который был вообще, ну, у него семьи не было. И вот всех детей разобрали, а этот ребенок оказался, ну, ну, оказался в приюте один. Ну, и вот они обратились в наше поселение, чтобы этот мальчик, а поскольку мы предполагали, что он асоциализирован, то есть он не приспособлен к жизни совсем, а ему тогда лет 10, наверное, было, чтобы был с воспитателем. Мы так договорились, и он был. Так вот этот воспитатель сказал, что, сестра Татьяна, что если бы полгода, да какие, говорит, полгода, три месяца он пожил вот в вашей среде с этим самообслуживанием, то, говорит, вообще было бы незаметно, что он какой-то отстающий в развитии. Потому что этот ребенок просто сидел, у нас такая была чистка для этих карандашей, но она была как мясорубка, так вставляешь карандашик, и вот он, наверное, полдня потратил, чтобы изучить действие, работу этого предмета, и ему это было интересно. И все касалось точно так всех остальных каких-то моментов, которые обеспечивают жизнь человека, хотя ему воспитатель помогал. Точно так вот и наши дети. Несмотря, когда, конечно же, ребенку 10 лет, а он не знает, где его кепка, и бабушка или мама приезжает, где твоя кепка, и начинаются поиски, а где он оставил, он даже не помнит, где он оставил. Или когда ребенок привозит свой мячик и не следит за ним. То есть поиграл, дал поиграть другому, но вот этой фиксированности, что это твоя вещь, ты за нее несешь ответственность, точно так, как и одежда, все достается сейчас достаточно для них легко, для детей. Сейчас у них есть телефон в руках, который зарплата меньше родителей, чем стоимость этого, может быть, телефона даже. Есть такие. Поэтому обесценились вот эти вот какие-то подарки, какие-то вот понимания того, что это заработано, что это, в общем-то, тяжелый труд. Еще одна такая особенность, которая с играми. Ну, очевидно, что она ушли в небытие игры такие общего характера, командные, потому что дети вообще разучиваются играть. Игра – это такая нормальная среда, в которой дети и формируются, и учатся уступать друг друга, и учатся терпеть где-то даже что-то, то, что тебе не нравится. То есть это все вместе. Ну, вот такие вот мы понаблюдали уже моменты, когда один ребенок начинает душить другого. Или привязывают к скамейке скотчем, вот двое других, и потом крапивой начинают бить. И это ему вроде нравится, понимаете, что тот, который идет на это, чтобы его привязали. Он на это соглашается. Я вижу, наверное, что в этом есть, конечно же, влияние вот этого нашего интернета, всех мобильных устройств, которые дети сейчас почти имеют доступ, ну, просто даже больше, чем мы, разбираются в этом. Особенно в этом возрасте, мне кажется, задача родителей, да и взрослых, не осудить ребенка. Ведь осуждение – это смертный грех, который разрушает отношения. И как только ты вступаешь на эту стезю, осуди, то есть ты видишь только плохое в своем сыне или не сыне, если ты учитель, воспитатель, то, значит, уже, наверное, созидательного ничего не получится. То есть по сути своей ты должен быть сам, прежде всего, в мирном состоянии. Ну, а это, конечно же, работа на исповеди, работа, самооценка, в том числе и самого себя. То есть критическое восприятие себя. Почему же выводят из тебя, если что-то ребенок твой или не твой делает что-то такое, что тебя выводит? Ну, прежде всего, это твой грех. Вот, потому что святому все свято. Мы знаем это из жития святых, да? Вот. Мы вспоминаем Антония Сурожского, который говорил, чтобы помочь человеку, а ты хочешь помочь, нужно сойти во от души этого человека. Но это можно сделать только в мирном состоянии. Явно, когда ты не осуждаешь. Дело в том, что если ты осуждаешь, ты уже неспокоен, и у тебя будет направленность только, ну, как охотника на добычу. То есть ты только преследуешь, ты только обвиняешь, ты только требуешь. Ну, это все такие достаточно жесткие даже слова сами по себе. Но это не значит, что должно быть безразличие к ребенку. То есть есть родители, которые, ну, ладно, как пусть растет, так пусть я руки опускаю. Понятно, что, скорее всего, это должна быть и молитва, и сердечное участие. И это совместный такой труд сопровождения ребенка вот на этом его периоде жизни. Надо остаться другом с ребенком. Мне кажется, это основная задача. И на малейшее его, как бы, что бы он ни сделал, самое страшное, что ты видишь, все равно ты должен как-то быть выше этого. И, собственно говоря, на наши реакции, наши дети, как мы реагируем на это, точно так потом. И в будущем будут реагировать на любые другие поступки. Грубо говоря, если ты кричишь, ну, это модель поведения для ребенка, который будет тоже кричать. Он точно, почему говорят, дети зеркало, наше зеркало, отображение. И почему именно, когда дети подрастая, вырастая, и мы видим в них самих себя, мы только тогда начинаем понимать, что же было не так. Ну, это если внимательные вот родители к себе относятся и к детям, и пытаются разобраться, почему так произошло, как правило, приходят вот к такому выводу. Никогда не забуду, вот я стояла какое-то время на церковной лавочке на МАЗе, и приходила ко мне женщина, начальник цеха, очень такая интеллигентная, очень спокойная, добродушная, я бы сказала так. И она все не могла поверить, что ее повзрослевший сын, она говорит, я не могла себе подумать, что Виташа, Витоша, Виталик его зовут, станет таким, это был такой ласковый, добрый, нежный ребенок, он был очень послушный. Когда пришел вот этот подростковый возраст, он стал полной противоположностью. Говорит, если бы мне кто-то сказал, я бы не поверила. И так часто слышишь от родителей, так вот именно в этом перейдет. То есть ребенок растет, растет, до какого-то периода, да, он слушается, а дети инстинктивно ищут мира со своей, с теми, с кем они рядом. Но все равно надо помнить и понимать, что эта личность, она тоже взрослеет, что у него есть свое мнение. Часто ли мы как бы этому мнению доверяем? Или мы начинаем спорить, ругаться по, может быть, тем вещам, которые вообще не стоят этого? Никогда я не забуду, когда, например, проживали мы период со своим сыном 14-15 лет, а он увлекался стилем этот рэп, рэперство. Эти штаны полуспущенные. В общем-то, когда я смотрела на него и понимала, что мое сердце вообще останавливается, потому что это все противилось внутри меня, я, с другой стороны, понимала, что ему это надо пройти. Сейчас он на это смотрит и просто даже смеется. То есть, ну, можно было начать по поводу этого ломать копья эпики. Точно так и дочка рыдала мне там в 8-м классе, хотя купить туфли на высоком каблуке. И не одни. При этом было до того, что мы садились возле универмага, а денег-то не так много. Ну, я говорю, ну, ладно, если бы мы были миллионерами, покупай. И ты понимаешь, что реально надо в это вкладываться. То, что не принесет... Ну, то есть, твой ум логический тебе все доводы и ребенку приводит. Но этому ребенку надо сделать уже что-то свое. И вот она покупила эти туфли, одела один раз, и все. И до сих пор, хотя ей уже 26 лет, она туфли на высоком каблуке не носит в принципе. Ни на вечер какой-то, ни на какое-то мероприятие, если позовут. То есть, этого в обиходе нет. Но я вот понимаю, что если бы я тогда зажимала гайки и жестко отвечала, да, приходилось чем-то пожертвовать даже в материальном смысле, потому что пришлось же покупать потом еще другую обувь, которая удобная, в которой можно ходить. Поэтому вот такие компромиссы, наверное, детям очень нужны. И они очень внимательно за нами наблюдают, как мы реагируем на все. Это именно тот возраст, когда именно родители начинают рассматривать дети через лупу. Вот через большую лупу. Уже они не относятся так, что я маленький ребенок взял за ручку с мамой и пошел в храм. Мне хорошо с ней. А именно рассматривают, ну, они сталкиваются с жизнью, они уже вырабатывают что-то внутри себя, какие-то маячки проблесковые, как им жить, какие-то строят планы. Потому что у каждого из ребенка есть свой план жизненный, особенно подросткового, конечно, возраста. Кем он хочет стать, что, о чем он мечтает. Вот поэтому я все время говорю, что надо у такого возраста спрашивать все время, а что ты хочешь сам? Хорошо, ты не хочешь это, то, что я предлагаю тебе. А что же ты лично хочешь сам? И вот когда родители находят этот диалог, имеют эту точку соприкосновения, потому что точек становится, очевидно, не так много. Вот. Очень мало деток, которые остаются в согласии, этот трудный возраст проходят спокойно. Но какие-то моменты бывают. Вот. Ну и отрадно, конечно, видеть, например, когда мама, вот даже отдавая нам девочку там в поселение наше летнее, девочке уже там 13-14, она такая шумная, бойкая, громкая, она говорит, «Сестра Татьяна, если вы увидите, что начинает она там куда-то далеко уплывать, звоните, я с ней поговорю». И ты видишь, что эта девочка безумно любит свою маму, то есть у них сотрудничество, эта девочка понимает вообще ее немощи, потому что от ее вот этой шумности страдают другие, это очевидно. И в принципе, даже то, что проявляется у нас, например, в поселении, оно же это все есть и в школе, и дома. То есть, ну, все это везде одинаково, это ребенок же не будет притворяться каким-то образом. И поэтому ты видишь, какая радость, когда у мамы есть согласие с девочкой, и девочка, которая слушается маму и пытается работать на самом деле. Может, ей до конца жизни придется с этим жить, с этой чертой характера и бороться. Но, тем не менее, есть такое понимание, что, или как дети говорят, «Ну да, это мой косяк, но я собираюсь исправиться». То есть это тоже хорошо, потому что не всякий, даже взрослый, может признать и сказать, что это моя ошибка. Мы тоже говорим, можно ошибаться, человек всякий имеет право, наверное, даже на ошибку. Другое дело, какие-то выводы делаешь. Мне кажется, в этом возрасте очень важно именно разговорами, именно вот такими очень близкими отношениями, где-то даже, может быть, и сесть поиграть в эту игру, компьютерную даже, если на то пошло, и поделиться, найти эти общие точки соприкосновения. Вот дети любят ходить там в кинотеатр, вот что они смотрят, вот сходить и посмотреть, что они смотрят, вместе провести это время. Потому что у нас, например, в поселении, когда проводится родительский день, и дети, у нас организовывается игра, такая ярмарка большая, игра по станциям, и дети крайне удивлены, что их мама может прыгать на скакалке, делать кувырок, в общем-то, решать какие-то логические задачки, которые там, ну такие, у нас конкурс мудрецов есть, или же, ну вот, танцевать у нас был такой вот, и когда даже папа стоит рядом, говорит, я не думал, что ты так можешь. То есть все забывается. Когда-то мы, когда родители создавали семью, были юны, молоды, веселы, а житейский быт, он немного настраивает на другое. Поэтому мне иногда кажется, что дети видят в нас вот таких вот серьезных, таких вот все время требующих что-то правильное, а, ну, протест этот, наверное, есть у каждого ребенка внутри. Потому что в этом возрасте у ребят такое стадное чувство, и они быстрее даже послушают кого-то другого, чем, чем, ну, родителей своих. Вот мне, например, сын говорил, мы воспитывались без отца, и он говорил, как ты не понимаешь, он плакал и говорил мне, как ты не понимаешь, я быстрее послушаю любого другого дядьку на улице, чем тебя. Вот это был вот этот крик вот души, я это понимала. Ну, и как ты тут можешь, что тут как бы говорить? То есть, поэтому оставалось одно, говорить, Господи, если вот меня ребенок не слушает, пошли ему людей, которых он послушает, вразумить через людей его, чтобы и уберег, и сохранил, и, в общем-то, мы очень часто, вот как взрослые, как родители, я и по себе это сужу, и у нас в поселении такие ситуации, очень часто бывают, когда прежде всего ты начинаешь осуждать, не выносить этого, не видя грех и немощь ребенка, да и взрослого любого, в принципе, это принципы христианской жизни, и вот когда ты не можешь это выносить, это звонок прежде всего тебе, ты не в спокойном состоянии, срочно надо бежать, как в скорую помощь, та исповедь, и говорить это Богу, каяться в этом, потому что любить кого-то, это тоже дар Божий, это, можно говорить, я люблю, я люблю, но очень часто нами руководят эгоистические вещи, так мне спокойнее, так, ну, когда ребенок под контролем постоянным, конечно, мне так спокойнее, но, тем не менее, ну что ж, надо проживать эти этапы, дети вылетают из гнезда, и они должны это делать, потому что иначе бы, наверное, мир прекратился бы. Могу сказать так, что мир наш переворачивается, нашим детям, и нам в том числе, а детям прежде всего, придется жить в этой среде, цифровой среде, забрать это самое простое решение, мне кажется, что было бы хорошо, чтобы родители вообще обучали грамотности такой, скажем так, компьютерной, безопасности в том числе, чтобы на каких-то примерах рассказывали и показывали вообще, как правильно, скажем так, отсеивать информацию, которая поступает. Я вот детям нашим тоже постоянно говорю в лагере в нашем, что даже покупая еду, консерву, например, какую-то, мы читаем, чтобы ее, прежде чем скушать, читаем, что там состав его, сейчас же модно все это, вот, а почему человек позволяет себе проглатывать всю информацию для души, потому что интернет – это мусорная яма, в которую сваливается все, и полезное, и не полезное, и, в общем-то, наша задача, наверное, взрослых в том числе, научить все-таки детей правильно ею пользоваться, отсеивать, что хорошо, а что плохо. Ну, изъятие до какого-то возраста очевидно, что да. Ну, где гарантия, что этот ребенок не дорвется потом и с полной головой начнет проходить в 20 или в 30 лет, как мы видели тоже такие примеры, как мы видели примеры того, что когда появились эти приставки, мы видели 30-летних ночами сидящими в этих приставках. О чем это говорит? О том, что все равно надо будет это как-то проживать, реализовывать. и выходить из этого состояния. Поэтому дети должны четко в том числе научиться, душа должна научиться каждого человека вовремя остановиться в чем-то и сделать правильный для себя вывод. Ну, воспитание в одиночку, когда нету в семье папы, да, оно, конечно же, требует от мамы ну, больших усилий. Первое, наверное, не осуждать своего супруга. Если ты будешь воспитывать ребенка, что папа твой плохой, то, конечно же, ничего хорошего, ну, наверное, не будет. Для меня эта вот проблема встала именно тогда, когда я тоже разошлась со своим супругом. Двое детей у меня осталось. И первое, с чем я помню, точно боролась, это не осуждать его. и, ну, в принципе, очень много дети страдают от того, когда начинают их сюда привлекать, в эту тему. То есть, это дело двоих взрослых людей. И если ребенок постоянно является, что называется, точкой соприкосновения в этом вопросе, он начинает чувствовать даже вину где-то, свою, что он виноват, потому что папа ушел. Поэтому лично я своими всеми силами пыталась сделать так, ни одного плохого слова о папе. Всегда радостная встреча его, если он посещал, приходил, общался, что я умом понимала, что, допустим, ну, не станет меня, но кто еще близкий у них останется? Никого. И мне кажется, это одно из, как бы, что бы там, как бы ни было, как бы муж, супруг не вел себя, но считаю, что нельзя ставить разменные монеты в этом вопросе детей. Ни в коем случае не нужно обсуждать, какой папа в присутствии даже детей, потому что дети наши все слышат. Вот, и поэтому, поэтому это очень большой труд, прежде всего, вот для женщины, для мамы, которая осталась с ребенком, с мальчиком или с девочкой. Конечно же, нужно не стать милиционером в юбке, потому что на женщину ложится двойная, тройная нагрузка. Тележку жизни должны тащить два быка, и если один падает, конечно же, тогда все, и быка надо тащить, и тележку, и ребенка, и все, что там погружено. Поэтому женщине надо, конечно же, очень много сил, духовных прежде всего. Я, например, не видела, я видела, что только могу это преодолеть с Богом. У нас был вопрос, например, материального характера, супруг не хотел давать алименты, и батюшка не благословил. Я не горжусь этим, но пришлось очень тяжело. Но зато через 12 лет, 12 лет он стал помогать. И стал помогать так, как не помогал, может быть, и вообще не участвовал в семье, даже когда мы жили вместе. То есть, ну, вот я верю вот в это, я верю в то, что только, наверное, добром, прощением, терпением. Я не могу сказать, что там мои дети идеальные. Да, безусловно, есть грехи у каждого человека, и есть проблемы, но, по крайней мере, мы общаемся хорошо, да. То есть, дети рады видеть всегда отца, он тоже рад очень их видеть. У него произошло переосмысление его жизни. Вот. Ну, и, в принципе, такие примеры тоже есть. Никогда не забуду, когда батюшка нам рассказывал, что муж бросил жену с детьми. Я, в принципе, наверное, вот на этом примере, когда он это рассказывал, так и поняла, что я так и буду жить. И лет через 30, когда его привезли без ног на скамеечку у подъезда оставили, она его приняла и досмотрела до конца. Ну, в общем-то, это понимание того, что даже если этот супруг не с тобой, он навсегда в твоих детях. И ты от этого никуда не денешься. И будешь осуждать его, значит, будешь осуждать и своих детей. А осуждение, опять-таки, это смертный грех, который разрушает прежде всего самого тебя, а не как ни какое-то другое пространство или других. Поэтому это очень много надо. Ну, простить надо просто человека и отпустить. Пусть летит. Не надо отчаиваться, не надо впадать в уныние, потому что, ну, как правило, где-то Бог отнимает, а где-то дает. И эти дети тоже очень даже неплохие получаются, если не происходит вот этих перекосов в твоем восприятии мира. Ну, а дети из неполной семьи, ну, конечно же, у них нет модели мужского поведения, у них нету понимания того взаимоотношения, там, мамы и папы, что это такое, как правильно. А если еще в семье нет дедушки, то же самое. То есть дети, скорее всего, инфантильные получаются, не могут сами тоже взять ответственность на себя. Но мне кажется, все поправимо. Было бы желание раскаяться в своем грехе. Лишь бы все было, в общем-то, наверное, в Боге сделано. Ребенок, конечно же, должен быть занят. Вот если он занят, наверное, это дает возможность ему компенсировать вот эту вот энергию, которая бурлит, которую хочется куда-то употребить. Ну, я даже помню, что мы читали в Институте благородных девиц, был такой девиз, что праздность причина всех пороков. Что касается, конечно, детского и юношеского возраста, было бы хорошо, чтобы ребенок был чем-то занят. И, в принципе, по детям это очень даже видно, которые приезжают к нам и находят себе занятия. А есть ребята, которым все очень сложно. Если все время было там отдано телефону, например, компьютеру, то, конечно же, так проще. Не надо ничего создавать, делать, творить. Но, с другой стороны, мы видим, например, очень большую потребность у детей все это делать, потому что, например, когда мы делали, у нас было во второй смене столярная мастерская, и можно было собрать самому табуретку раскладывающуюся. У нас делали 20 человек примерно, и даже большинство из них были девочки. Наверное, взрослому в то же время тоже не поддаваться на агрессивные действия. Вот если вы тоже начнете, или ты начнешь точно так же действовать, как и ребенок, который в данный момент кричит, например, или бросает что-то, или требует, ну, наверное, надо помолиться, надо успокоиться. Потому что вот одна мама рассказывает, говорит, я в комнату своего сына над дверью повесила иконочку архистратига Михаила. Я, говорит, прежде чем зайти и попросить, допустим, сына выбросить мусор в подростковом возрасте, я, говорит, я помолюсь. Ну, вы знаете, я увидела в этом очень красивый какой-то момент, потому что мама понимает, что ребенку это делать не хочется, что он занят своими делами, что все это преодолевается не так-то просто. Вот она просит в высших силах. Мне кажется, если дети видят, что родители обращаются к высшим силам, безусловно, они рано или поздно они реагируют на это и любят своих родителей все больше. Потому что они видят, что родители любят Бога, что над ними тоже есть высшая инстанция, что родители, в которых дети, вот дело в том, что когда ты все время требуешь, все время что-то, выставляешь какие-то планки, ты становишься, во-первых, дальше от ребенка, во-вторых, на каком-то пьедестале. То есть, конечно же, складывается впечатление у ребенка, что это идеал, на который вот так мне говорят. И когда ребенок в этом возрасте начинает видеть немощи и грехи своих родителей, они же их тоже видят, начинают осуждать. А если осуждаешь ты, то они же тоже начинают осуждать нас. Я вот часто спрашиваю у ребят, а вы вообще на исповеди говорите, что вы родителей свои не любите? Вот любовь это есть у вас. И, кстати, многие дети говорят, что никогда не говорили. Никогда не говорили об этом. На исповеди не каялись в этом. То есть, ну, все как-то по бумажке. То есть, да, вот мне надо так сказать, такие слова на исповеди. Ну, там, каясь в том-то, в том-то, в том-то, обижал, там это. А то, что я не люблю родителей, как я не люблю, я люблю, ну, это слова. А вот любовь же, она выражается в действиях прежде всего. Ты, значит, должен слушаться, ты должен. Ну, кстати, написано, что родители, не раздражайте детей ваших. И эти слова мы знаем. Поэтому это, наверное, обоюдное, взаимное действие должно быть друг другу. Ну, вот, как правило, в нашем поселении у нас попадают ребята из верующих семей. Ну, что мы видим? Мы часто очень встречаемся с тем, что как раз-таки дети из верующих семей имеют какие-то, будем говорить так, не то чтобы перекосы, да, в своем восприятии и церкви, и веры, и даже мира, я бы сказала так. И вот в чем причина? Конечно же, это для нас, для взрослых, это надо очень серьезно и задуматься и про свое поведение, и вообще про родителей в том числе, и про людей, которые работают с молодежью, с подростковым возрастом. Ну, первое, например, есть дети из верующих семей, которые в теории знают очень много. Например, закон Божий могут знать лучше, чем я. То есть, видно, что ребенок посещает воскресную школу, что ходит в храм, но на практике, например, когда ты говоришь, что нужно помыть посуду или мы идем на прополку, у этого ребенка внутренний протест, он ничего не хочет делать. Он будет идти до этой прополки рассказывать тебе все про Ветхий Завет, то есть, многие другие истины прописные, но когда уже весь отряд готов побить уже ребенка за то, что он не дежурит, а весь отряд дежурит, вот здесь встает вопрос, не фарисейство ли это своего рода какого-то, понимаете? То есть, вроде бы все правильно в нем. Потом, например, есть мальчики, которые прислуживают в храме. Вот мы наблюдаем не первый раз эту картину по намари, которые, в принципе, на вечернем молитве не просто не читают молитву, они вообще делают все, чтобы и другие тоже не читали. Играют в шашки, отвлекаются, на замечания не реагируют. И я вот даже, мы разговаривали в этом году тоже с одной мамой, с другой мамой, то есть, его берут в алтарь, мальчика этого, может, для него это спасительно, мы же тоже не судьи. Но вот я, например, увидела, что не полезно. Вот не полезно, потому что возникает какая-то, видимо, привычка, когда, ну, даже где-то превозношение, что я лучше, я особая каста, что ли так, но я уже многие вещи могу себе позволить. И вот эти вот перекосы, их нужно, во-первых, замечать, очень стараться, и как-то принимать какие-то решения. Конечно, посоветовавшись с духовником, может быть, на время отстраниться от этого, не знаю. Во всяком случае, когда-то я тоже слышала такое выражение от матушки, когда она сказала, что в религиозном воспитании лучше не досолить, чем пересолить. Вроде бы верующие семьи, но, наверное, нам еще очень далеко до верующих семей, особенно тех времен, когда там был патриархальный быт, когда младшие слушали старших, старшие относились с уважением, к младшим, я говорю, про взрослых в том числе. Ни одно поколение детей, которое выросло, которое, ну, там, с младенчества ходит с родителями в церковь. И вот, к сожалению, еще с ними, я называю, знаете, как для себя внутри я назвала, у детей развивается, у некоторых, конечно же, не у всех, вот такая двойная личность. Вот в школе я один, а дома я другой. И когда такая завышенная планка у родителей и ожидания от ребенка, да, он делает вид, что он такой, но на самом деле очень часто бывает, что ребенок совсем другой. и он совсем по-другому мыслит, он совсем, вообще он уже далек от этого. Ну и большая часть детей, что это же не секрет, у нас уходят из храма и многих вещей вообще не знают и не знают и не помнят. Даже то, что они изучали в законе Божьем, который очень, может, даже некоторые дети лучше знают. И наступает у них такая вот какая-то омертвелость к этому, не чувственность, окаменение, я бы так сказала. И едва ли это не страшнее, чем вообще человека или ребенок, который, может, и не ходил в храм, но в каком-то возрасте приходит потом. Наверное, одной из причин вот такого поведения наших детей в том числе, что они, наверное, видят, дети так видят нас, они видят, что мы не искренне в чем-то. Да, понятно, что нам досталось время, в которое мы сами учимся ходить в храм где-то себя и заставляем в чем-то. А с другой стороны, ну, есть же примеры, когда великая княгиня Ольга только через поколение увидела то, что она приняла христианство, то, чему она очевидно и служила, и верила. То есть, есть такие вопросы, которые сейчас, ну, сложно дать ответ. Но, наверное, надо усиливать молитву, это точно. Наверное, надо самих себя менять прежде всего. Если дети будут, или, вот я говорю со своими детьми, у меня мама была очень такая верующая, вот они говорят, да, бабушка была очень верующая. И это согревает, потому что они видели, как она молится, как она четко там стоит в плане поста, не просто на словах, не просто в требованиях. Ну, вот, такое мнение у них сложилось, хотя она была достаточно такого диктаторского поведения. Но, с другой стороны, если это все обусловлено любовью, и искренним исканием Бога, что у взрослых, что у детей, мне кажется, Господь все это покроет. То есть, все это одно компенсирует другое. Мы же не знаем, как правильно. Мы тоже все идем, все идем на ощупь. Должна произойти внутренняя встреча с Богом. Что у взрослого, что у ребенка. Большей частью у многих детей этой встречи еще не произошло. Они шли в храм только потому, что вела их мама. Это традиция семьи. Вот. И я никогда не забуду, у нас в поселении бывают исповеди. Был батюшка Андрей. И была дочка священника у нас в поселении. И вот она исповедовалась у батюшки час. И когда она вышла, а ей там, наверное, 10-12 лет, 12, наверное, она сказала, вот, это произошло. Говорит, мне папа говорил, что когда-нибудь тебя коснется Бог сердца. А Даша, вот батюшка, потом спрашивал, а как эта девочка? Говорит, я так переживал, потому что она так серьезная, но, видимо, что-то было важное высказано, то, что, ну, в душе у этого ребенка вот оказывается, что и детям нужны вот такие очень серьезные разговоры. Не просто разговоры, а покаяние. Наверное, это Бог коснулся сердца, и вот она и сказала вот эту фразу, да, вот это произошло. Говорит, мне папа когда-то говорил, что когда-нибудь тебя это коснется. Конечно же, папа молился об этом, безусловно, но вот эта вот встреча с Богом, она важна как для взрослого, так и для ребенка. Поэтому должен ребенок увидеть. Хорошо, если он увидит в родителях. Произойдет эта встреча с Богом через родителей. И так, по идее, это было бы правильно, потому что в первые времена, мы знаем, дети исповедовались каждый вечер родителям. Настолько любовь родительская и Божия через родителей была к этим детям, что дети не боялись, что их осудят. Они, то есть завтра же опять жить надо. Они не боялись, не врали, получается. То есть исповедь, это же покаяние. То есть это вот как-то заоблачно так звучит сейчас на сегодняшний день, когда ребенок придет и очень важно, чтобы он пришел, что бы у него ни случилось, рассказал маме или папе, вот что бы с ним не было. Поделился своими ощущениями и впечатлениями. Вот об этой близости, о семейном таком, воспитании, там тот домострой, который мы читаем по буквам, но сейчас, мне кажется, это очень сложно выполнять, потому что не те времена совсем. Да и потеряно целый пласт исторически, наверное, когда разрушены были храмы, когда было совсем все по-другому. То есть, что храмы наши надо восстанавливать, то и души людей, детей, взрослых. Собственно говоря, мы взрослые тоже много чего вообще не понимаем даже. Еще далеки даже, может быть, от православия. Мне кажется, что нам не хватает любви к детям. Именно той любви, которая жертвенная, которая всепонимающая, которая всепрощающая. Это то, что нам оставил Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!